здравствуйте дорогие подписчики сегодня у нас обзор на каршеринг делимобиль соответственно я буду параллельно еще снимать на телефон что я делаю как это все происходит погнали изначально на делимобили я зарегистрировалась только тогда когда получила права то есть в тот же день то есть я их получил 27 апреля 21 года и в тот же день я как вот получила я ехала в такси как я вспомню я фотографировалась там была фотка с паспортом права с двух сторон ну вот это все соответственно после этого ты загружаешь все в приложение они там это все обрабатывают в районе часа где-то тебе приходит ответ на почту да нет нет я не знаю как можно там получить но мне сразу было да возможно да я катаюсь и у меня был очень пониженный прайс между прочим а когда я уже откатала там больше трех поездок у меня естественно тариф повысился это было неприятненько вот но так как я молодой водитель я это знала и на это и в принципе рассчитывал после того как я загрузила документы я ищу автомобиль самый мой первый автомобиль был киорио x-line как сейчас помню мы с молодым человеком сделали так что впереди едет он на своей машине а позади него я еду для я теплее шесть такая за ним это было забавно вот я находила автомобиль то есть он был в районе моего ну короче в моем районе был я выберу фотографирую с разных сторон он если есть какие-то косяки естественно отправляют чтобы уже потом повесили проверяю документы обязательно чтобы лазру по протеста это где-то потом если этот автомат в в мне было очень трудно переключиться после механики на автомат то есть здесь есть и автоматическая коробка передач я не знала как не подавлять я смотрела обязательно видос на youtube и как управлять на автомате то есть он был на паркинги да еще и ручни pasando это был имен еще что-то нечу такое-то на автомате cru не нужно, если ты на паркинг ставишь. Ставишь на D и вперёд еешь. Если хочешь на Z, то R, то кривишься. Вот. То есть ты сначала, кстати, обязательно выжимаем кнопку, ой, педаль, тормоза выжимаем. Соответственно, если он стоит на паркинге, выжимаем педаль тормоза. Зажигание, всё, мы включили, мы уже заведём. Вот. Дальше либо реверс, либо драйв. То есть вперёд-назад. Ещё такой один важный момент, то что, когда ты бронируешь автомобиль, у тебя есть 15 минут, чтобы до неё дойти. То есть ты должен рассчитать время так, что она, допустим, за углом у тебя где-то стоит, либо как минимум на соседней улице, чтобы ты до неё за 15 минут 100% дошёл или дошла, осмотрели автомобиль, у тебя как раз на это будет 5 минут, по-моему, они выдают. Вот. После этого ты только в приложении можешь её открыть. То есть ключей никаких нет нигде. Если у тебя нет интернета, соответственно, ты не можешь её ни открыть, ни закрыть. То есть это тоже учитывайте, и особенно если телефон сядет, это вообще будет беда бедейшая. Вот. Мы берём телефон, открываем. У меня вот здесь сейчас закрытие будет. Завершаем аренду, ставим на паркинг, всё. Уходим, уматываем, пусть другие пользуются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы в каршеринге сидим. Если честно, что-то ссыкотно мне. В смысле? Девушка, сколько в вашем правом лет? Неделя. Ну бывает, что... Так, кто знает молитвы, давайте помолимся. Идите вы, зырявый молодой человек. Это Питер, здесь все так ругаются. Жеванный крот, братская щука, пендерявый. Не надо. Но пендерявый это мое. А еще какие у тебя фразы есть? Йоколы мэны. Через 200 метров поверните налево. Да ты что, Нинаси. А я даже не догадывалась. Повернула настолько резко, что получилось так, что у меня даже гаиштика, которая со мной сидела вот так сделала. Но это, конечно, было забавно. И я чуть не сдала. Ну, типа, все, пока. У меня была шестерка, и я на ней так же боком валил. Но это прям специальное дело. Понимаю. Мне очень нравилось. Приветствую тебя, Исаакиевский собор. Ой, какой красавчик. Обязательно сделаем по нему обзор. Карет тут рядом. Вика, а ты была в Исаакиевском соборе? Нет. Видимо, мы еще побывали. Ну, может быть, да. Там на колонаду можно подняться наверх. И очень красивый обзор и вид. О, наконец-то людей меньше стало. Мы из центра выехали. Угадайте, куда мы едем. Мы не скажем вам. Ну, ладно, скажем, в Хабаровск. Просто в Сирию перенаправим. Навигатор на Хабаровск. Через 300 метров перед мостом верните налево. И будет Хабаровск. Видите, как быстро доехали. Вот так вот. Видите, какой у меня. О, смотрите, какой красивый жук стоит. Желтенький. Подписчики, привет. Удобно, да, на автомате ездить? Да, вообще удобно. Я на механике сдавала, и это вообще сущий ад для меня был. У меня аж палец на ноге. У меня, короче, было растяжение или что-то типа того. У меня аж палец на ноге болел. Обалдеть. Да. Да, кстати, вот сцепление и все дела. Такой вопрос от подписчиков. Ты какой раз с рулем едешь? Блин, если суммарно, то раз 30-й там вот так вот где-то. Офигеться. Ая, сколько из них легально? Легально? Уже с травами, так скажем. Да. Ну, раз 5-й, наверное. Ага, пахнет. Я раньше, короче, X-Line брала, Kia U. Мне очень сильно нравилось, а потом справа, да? Угу. Оно офигенное вообще, я прям. Солерус мне, ну, никак не нравится. Не знаю. По-моему, нормально едем с комфортом. Да это понятно. Ну, не знаю, типа мне нравится больше высокий. Ну, да. А я вот думаю, как-нибудь надо мне тоже будет рейтинг поднять. Хочу на Audi. На Audi, да. Это попробовать. Я хочу и BMW, и Audi попробовать. Ну, хотя на BMW я уже каталась боком. Как говорится, палила боком. Ого. Ну, это в своем родном городе уже, когда была зима. Знаешь же, есть парковки на Ленте, которые, ну, не огораживаются. Да, большие такие там площади. И вечером там тихо, людно. Вот, вечером там, наоборот, людей нет. И зимой в нашем городе, по крайней мере, было, что у нас там была сходка. И мы, соответственно, брали какие-нибудь шестерки такие, бэпаны. Без посадки авто нет. Да, да, да. Это переводится. Там вообще лютая дичь творилась. Там и музыка, и кальяны, и все что угодно было. Ну, там вообще-то такое дворилось. И, то есть, я без прав. У меня, по-моему, 17 было. Я валила боком на бэхе. И вообще-то жестко было. Ну, бэха, правда, старенькая была, но не чоков. Ну, понятно. Ну, механика, да, была? Да, была механика. А что там пучник убил еще? Ну, это да. Разогнался, и все. Мне, кстати, самое обидное, то, что в недельке я могу с самого первого дня, как только получила, права кататься. А в Яндекс.Драйве сразу такие два года стажа. Ну, мы сейчас на Адели Мобиль едем, да? Да, Адели Мобиль. Такой же красивый и город Санкт-Петербург. По-моему, этот Анечкин мост. Да, 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 мост 16 яиц больше называют. Почему яиц? Потому что здесь 4 всадника и 4 коня. Виктория, расскажите. Вам нравится же город? А чем нравится город? Мне нравятся люди, архитектура, особенно центр. Это вообще... Я когда сюда первый раз приехала, я только у мостов, у набережных и ошивалась. Такая, типа, ой, это классно. Там сфинксы, Васька, это вообще что-то было для меня грандиозным. В моем городе даже метро нет. Точно, понимаю. Вот, когда я сюда первый раз попала, это вообще для меня было как будто новый свет. Что-то на другую планету, наверное, переместилось. А тут нет, оказывается, России. Я чувствую, в какой раз мы уже подъезжаем. Даже нас, чуваки, вон, слева объезжают. Справа, слева. Да, блин, они по факту должны останавливаться перед красным светофором. Может, для них это не красный, а зеленый? Может, какой-то другой? Как вы думаете, Виктория? Нет. Надо ездить по правилам. А может, кто-то улиточка? Нет. Вы не улиточка? Нет. А кто мы, Виктория? Я тигра. Р-р-р. Р-р-р. Смотрите, какую у нас справа машинку. Смотрите, какой цвет у нее. Молодец, мужик. Лайк тебе. Я видела, короче, у нас в моем родном городе была Мазда, где у нее перед, короче, окровавленный был. Такая прикольная Мазда, белая, короче. И у нее перед красный, ярко-красный, как будто, типа, кровь. Это было так забавно. Да, а у этого, как будто, сзади кровь, да. Либо она обшармливается. Да, неплохая машинка. И вот мы подъезжаем к площади. Поверните налево, а затем поверните налево. Да, мы проезжаем нему. Мы проезжаем нему. Та-да-да-да. А-а-а-а-а. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не забывайте подписываться, ставить лайки и, соответственно, делиться этим видео, чтобы больше людей знали, как пользоваться кошелингом, что если у вас что-то вдруг не случается, наоборот. Пишите комментарии, мы все ответим спокойно, без нервов. Главное, не нервничать, быть уверенным, что у тебя все получится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»